Всем привет еще раз! Здравствуйте, это я, Евгений Пересветов с вами, и всем добро пожаловать на стройку! Мы все усиленно строим, строим свои семьи, строим свое семейное счастье, и я надеюсь, мы его построим. Потому что, когда мы понимаем, как это нужно делать, мы будем получать удовольствие от настоящего процесса. Итак, у нас уже был урок «Идеальный муж», у нас был урок «Идеальная жена» от Ольги Пересветовой, у нас был урок «Бюджет», вот, и сейчас мы переходим с вами к следующему, предпоследнему, четвертому уроку. Возможно, этот урок, ну, я не могу сказать, что это прям самый главный урок, но, честно, наверное, ну, мега ответственный урок, потому что мы будем говорить на тему «Как воспитать гения?», мы будем говорить на тему воспитания детей. Если предыдущие уроки, как бы больше о роли мужчины, женщины в семье, они, если непонимание этих уроков или законов, они подвергали страданиям прежде всего нас самих или наших супругов или супруг, то сейчас мы будем говорить о таком сильном, наверное, и важнейшем элементе в нашей жизни, как детки. Вот, это наши дети, это самые незащищенные люди в мире, которых мы любим больше в своей жизни. Но, вопрос воспитания детей очень большой, очень глубокий, и, конечно же, нельзя его передать сейчас за 30 минут, вот, но, тем не менее, я постараюсь показать основные вещи, которые лично я вижу, потому что я много его изучал, я старался его изучать, потому что я люблю своих родителей, но, тем не менее, стоп, а вот это вот, надо так? Да, все правильно, что я решаю. Вот это вот. А, да, да. А, я думал, что оно высоединяется. Нет, надо не зарезать после. Что, продолжаем? Да. Тем не менее, я рос, скажем так, не в самой благополучной семье, вот, и мои родители старались меня воспитывать, как они могли, но, учитывая тот факт, что, когда я родился моему папе, только исполнилось 17 лет, не только исполнилось 17 лет, да, а моей маме вот только сейчас исполнилось 18, скажем так, не родители со старшим меня воспитывали. Поэтому, когда я пришел к Богу, и когда я начал читать Библию, я начал читать много разной литературы, потому что я понимал, мне строить семью, а я не очень видел прекрасного образца, как нужно воспитывать своего ребенка. Я понял, что его нужно любить, и сегодня я буду немножко, а может, и не немножко об этом говорить. Тем, кому из вас повезло больше, и вы выросли в прекрасной семье, где папа и мама были мега потрясающими образцами воспитания, не сильно обольщайтесь, потому что это был их труд и их понимание, их характер. Не факт, что мы эти вещи вот так вот просто взяли и переняли. Вот, поэтому давайте учиться воспитывать наших детей. Хорошо, я постараюсь показать вам несколько основных принципов, которые должны нам помочь. Что значит воспитывать ребенка? Давайте берем главное слово воспитание. Что такое воспитание? Воспитание – это процесс обучения человека подчиняться самому себе в исполнении различных законов жизни. Еще раз, воспитание – это когда человек умеет подчиняться самому себе, понимая, как работают законы жизни. Когда мы говорим о наших детях и воспитании детей, мы должны учитывать именно этот фактор. Мы должны научить детей законам. Давайте первое, мы должны объяснить им, что такое хорошо и что такое плохо. Другими словами, мы должны научить их процессам и законам, как работают процессы в этой жизни. Почему? Потому что что такое свобода? К сожалению, многие родители, большинство, может быть, родителей, они не очень сами понимают, что такое свобода. Потому что сейчас стало очень модным, к сожалению, приносить большую свободу в жизнь детей. И приносят чрезмерную свободу в жизнь детей, в основном родители, которые сами не очень понимают, что такое свобода. Я хочу дать определение. Свобода – это не анархия. Свобода – это жизнь по определенным законам. А свобода – это понимать законы жизни. Если мы не будем понимать законы жизни, и тем более использовать законы жизни, мы никогда не будем счастливыми. Например, есть законы скоростного режима. То есть, например, у вас есть машина, и если вы будете превышать скорость, которую утвердили законом, рассчитав, с какой скоростью вы будете безопасно здесь двигаться, вы либо сами себе навредите, либо навредите другим. И ваша жизнь потеряет свое качество, а может прекратить свое существование. Получается, понимание законов скоростного режима дает вам свободу жить счастливой жизнью. Поэтому законы, а законы, другими словами, можно еще назвать ограничения или рамки – это то, что приносит в нашу жизнь счастье. Это то, что приносит в нашу жизнь свободу. Каждый человек может быть свободным в рамках. Свобода без рамок – это анархия, а значит смерть. Вы не можете игнорировать закон гравитации. Если вы просто, выходя с 15 этажа, говорите «я так хочу полететь», вы, конечно, полетите, и вы будете чувствовать себя свободным около двух или трех секунд. Но, тем не менее, это закончится гибелью. Вот что должны понимать наши дети. Они должны понимать, что свобода – это рамки. Счастье – это рамки. Но дети и многие взрослые это игнорируют. Они думают, вот бы все рамки убрать. Когда-то я сейчас, прямо сейчас записываю этот урок из центра Сиэтла, и буквально через пару кварталов отсюда, полтора-два года назад, очень свободные люди оккупировали шесть или семь районов. С лозунгами Black Lives Matter они оцепили несколько районов, выгнали оттуда полицию, потому что демократический штат, люди так хотят. Вот, эти люди начали стрелять друг в друга уже на второй или третий день, а жильцы, которые встречали их с хлебом и солью, пищали от страха и уехали в палатках жить, лишь бы не в этом районе. Почему? Почему свобода стала кошмаром? Потому что, когда свобода теряет свои рамки или границы, она становится злом и смертью. Вот что вы должны понимать. Поэтому важно, чтобы дети понимали, что счастье или тире свобода – это всегда понимать, как работают законы. Например, если вы человек бизнеса, вы не дадите мне соврать. Если у вас есть финансы, и вы достаточно обеспеченный человек, скорее всего, да не скорее всего, а на 201%, вы точно разбираетесь, как работают законы денег. Вы понимаете, что нужно взять кредит здесь, оплатить вот это сюда, нанять вот этих людей, вот здесь вот заплатить налог, опа-опа, и у вас есть деньги. Вы знаете процесс, вы знаете законы денег. Вы знаете, что нельзя деньги держать здесь, нельзя деньги держать вот так и так далее. Если вы это действительно знаете, у вас точно все хорошо в финансах, у вас свобода, вы чувствуете себя, хотите полететь на какой-то остров, конечно, без проблем. Хотите себе купить именно эту машину, да, о чем речь? Потому что у вас есть деньги. Есть деньги, потому что вы свободны. Свободны, финансово, вы можете себе позволить все. Откуда у вас деньги? Из соблюдения законов финансов или законов бизнеса, которому нужно учиться. Поэтому очень важно понимать, незнание законов приводит к неуверенности, к комплексам и к страху. Еще раз, непонимание законов. Давайте классный был пример с деньгами. Если у тебя нет понимания законов, по которым работают деньги, у тебя будет мало денег. А если у тебя будет мало денег, ты будешь жить в страхе. Ты будешь жить в страхе нищеты, в страхе сможешь ли ты заплатить по счетам, сможешь ли ты обеспечить завтра своих детей и так далее. Страх будет действовать в твоей жизни, потому что ты не знаешь законов. Получается, если дети не будут знать законов, они будут расти в комплексах. Комплексы приходят не у детей, которых ограничивают. Комплексы, прежде всего, приходят у людей, которые не ограничивают. Потому что они не знают законов и, конечно, они могут чувствовать полную свободу. Когда-то я пришел в одну семью. Простите, если это нарушит вашу философию воспитания детей. Но, тем не менее, я пришел, помню, в одну семью, и там была шведская лестница. И маленький ребенок, ему было, наверное, около полутора годика лет, он залез на эту лестницу, на самый верх, и как-то начал на ней болтаться. И я не мог общаться с ними, потому что я говорю, снимите его, спасите его. И они так, я пытался, смотрю, они сидят. И я хотел доблестно вскочить, спасти ребенка. Вот, на что меня папа притормозил, так я сказал, сиди, сиди, сиди. Говорит, ну, пускай делает то, что он считает нужным. Я говорю, стоп, в смысле? Он же сейчас разобьется. Говорит, ну, он не разобьется, как бы, ну, сломает руку, будет сотрясение мозга. Вот, но, тем не менее, это его выбор. После этого один человек выпустил фильм «Идиоты», как бы, и я подумал, не про тех идиотов сняли фильм. Не хочу никого оскорблять, но просто как так можно? Мы должны обучать детей. Мы должны показывать им, вот это, розетка, засунешь два пальца, убьет. Об этом чуть позже, но, тем не менее, я надеюсь, вы поняли, что дети должны понять, все зависит от законов. Так сотворил жизнь и процессы сам Господь Бог. Поэтому, пожалуйста, не противьтесь Богу воспитания ваших детей. Хорошо, самое главное понимание, или что мы должны знать, как работают законы, законы нужно слушаться. Законы нужно слушаться. Если вы понимаете закон солнцеоборота в планете, то вы подозреваете, что когда вы ложитесь спать, лучше выспаться, потому что через 6-7 часов солнце снова встанет. Вот, если вы будете это игнорировать, вы скажете «гуляю, как хочу», утром встанет солнце, вы снова не поспали. И так далее. Вы будете вреждить своему здоровью. Хорошо, как правильно обучать законам? Я хочу научить или постараться объяснить, как правильно обучать ребенка законам. Я не буду сейчас рассказывать все законы жизни. Нам не хватит, наверное, как бы и 7-8 недель подряд говорить. Поэтому законы жизни вы, как взрослый человек, я надеюсь, понимаете. Вот, поэтому теперь я хочу понять, как воспитать ребенка. Или дать понять, как воспитать ребенка. Итак, первая из фундаментальных характеристик воспитания детей – это категоричность. Если вы пишете, пишите, но запомните это навсегда. Первое, как воспитать ребенка – это воспитание состоит из, я называю это, любовь состоит из твердых стен. Вот эти границы, знаете, то есть если человек разбалованный, и он едет, и там написано 70 миль в час, или я не знаю, сколько это, 100 км в час, вот, а он едет и говорит, слушайте, законы не для меня. Или он чувствует, и он начинает обижаться, да что это за гады такие поставили, здесь ограничения и все остальное. Это разбалованный человек. Поэтому мы должны понимать, любовь состоит из твердых стен. Законы – это твердые стены. Не обманывайте детей, не обманывайте своих детей. Что такое категоричность? А категоричность – это правда. И многие родители, они из гуманных соображений, к сожалению, убивают своих детей тем, что они их обманывают. Как обманывают? Неосознанно. Например, я говорю своему ребенку, пожалуйста, сынуля, доченька, не лезь ты, не суй ты эти два пальца в розетку. Потому что будет бобо, будет больно, будет ужасно. Вот, и если она все-таки туда сует свои пальцы, и я на это смотрю и думаю, ну, ты это выбрал, как бы, удачи. Да, я подвергаю свою дочь с угрозой смерти. Люблю ли я ее? Я бы не сказал. То есть, когда я сказал, что если ты будешь совать пальцы в розетку, то тебе будет больно, сейчас об этом я объясню чуть позже, то я не должен обманывать ребенка, или ты будешь наказан, например, да? Я не должен обманывать ребенка. Если я сказал, что ребенок будет наказан, ребенок должен быть наказан. Если ребенок, он услышал, что он будет наказан, а он не наказан, второй, третий раз и так далее, посмотрите, он просто поймет однажды, да гуляем вообще, ребят, вот мои пальцы и вот розетка, и нет у вас ребенка. Поэтому вы должны быть категоричны. Любовь имеет твердые стены. То есть, по сути, вы должны объяснять ребенку, что будет, если он полезет не туда. Закон сработает. Как работают законы? Я хочу, чтобы вы понимали один фактор, который многие из вас считают коварством, но, тем не менее, слава богу, Бог так не считает и Библия так не считает. Я хочу, чтобы вы понимали один фактор боли. Что такое боль? Боль – это не всегда плохо. Вообще-то, боль – это друг. Почему? Так сделал Бог. Боль была создана в нашей нервной системе как сигнал emergency, сигнал скорой помощи, сигнал взывать, предупредить смерть. Если бы у нас не было боли или отсутствовал болевой порог, мы бы уже с вами не выглядели вот так. Мы бы не имели ни пальцев, а многие бы уже и умерли. Боль в желудке показывает и сигнализирует нам, что мы должны обратиться к врачу. И врач говорит, Боже, если бы вы не обратились сейчас, а обратились на месяц позже, вы бы умерли. Многие такое слышали. Вот что спасло вас? Боль. Простите, но боль спасает. Бог создал понятие боли. Вот почему, когда написано, что в притчах 13-24, что если человек не наказывает своего ребенка или жалеет розги, он ненавидит своего ребенка. Боже, как я благодарен Богу за то, что это правда. Посмотрите, мы должны наказывать своих детей. Я не говорю о деспотии или тирании. Я говорю, что дети должны знать, что боль это да, это хорошо, это не ужасно. Потому что если вы не научите детей, что такое боль, вы вырастите ужасных людей, которые будут причинять боль другим людям, не понимая, какое зло они им причиняют. Моя жена является основателем уже целой сети домов-убежища для женщин, которые бегут от домашних тиранов. Чаще всего домашние тираны – это мальчики, не просто которых лупили в детстве. Они даже не понимают, что ей больно. Они не понимают, что такое боль. Я не говорю, чтобы боль стала вторым именем вашего ребенка. Но сегодня в гуманном обществе, которое говорит, ребенка наказывать нельзя физически. Вы думаете, вы добрее Бога? Ну, или Библия устарела? Это, знаете, как те же ребята, которые считают, они считают Библией написано, гомосексуализм является грехом. И сегодня я живу вот в штате, вокруг которого уже Библию закрыли и сказали, а мы считаем, что нет. Потому что Библия устарела. Ребята, Библия не устарела. Человек, который жалеет розги своему ребенку, ненавидит своего ребенка, потому что он ему врет. Я не говорю бить ребенка после каждого его провинности, но мы должны всегда любить своего ребенка. И сейчас я об этом буду много говорить. Но вы должны объяснять ребенку, закон работает вот так. Если ты закон не исполняешь, тебе будет больно. А-та-та по попе. Понимаете, о чем я говорю? Потом вырастает ребенок, и он понимает, так, подожди, деньги нужно прокрутить, их нельзя просто съесть. Он прокручивает и понимает, я свободен, я богат, все классно. Если вы ему детстве не научили, он получил зарплату, купил себе 18 последних айфонов. Зачем? Не знаю. Обклеил ими машину. Дурак? Да, таким вы его воспитали. Почему? Потому что вы не научили. Соблюдаешь закон? А-та-та. Ну, в смысле, благословень. Благословен. Не соблюдаешь закон? А-та-та. Тебе больно. И тогда ребенок понимает, так, стоп, я понял. Есть законы. Если я это делаю, меня поощряют. Если я это нарушаю, меня наказывают. Если я ничего не делаю, все равно больно. Поэтому я должен вот слушаться закона. Единственное, несколько пунктов, которые вы должны понимать, как наказывать детей. Если вы наказываете ребенка, первое, вы должны быть на миллион процентов уверены, что ребенок понимает за что. Ребенок должен быть, ну, четко понимать, за что вы его наказываете и качественно предупрежден. То есть, не должно быть такого, что А, это ребенок, как бы, он сейчас творит. Он сам не понимает, что он творит. Вы подбежали, его ударили. Не дай бог. Или там, я не знаю, наорали на него. Ребенок должен быть четко проинструктирован. Он должен понимать это. Нельзя этого делать. А это делается только вот так вот. Ты не имеешь права обижать и оскорблять вот этого человека или вообще людей. То есть, вы должны объяснять. Если ты это сделаешь, я предупрежу тебя. Но если ты не будешь меня слушать и будешь игнорировать законы, тебе будет больно. Ребенок должен понимать, что человек, должен понимать, что он терпит боль не от гнева своих родителей, а от нарушения закона. Посмотрите, когда вы превышаете скорость, там, сумасшедшую, и все остальное, у вас отнимают права. Это не полицейский злой. И не люди, которые придумали эти законы. Это общество пытается защититься от вас. А это уже ужасно. Вот. Поэтому первое. Второй момент. Вы, когда вы наказываете ребенка, вы должны на 100% быть уверены, что вы контролируете свои эмоции. Поэтому вы должны понимать, что вы не просто выливаете гнев. Вы наказываете ребенка хладнокровно. Это очень важно. Многие спрашивают меня и пишут мне, и говорят, стоит ли наказывать ребенка именно ремешком или розгой, а не рукой. Потому что все-таки рукой мы гладим, а розгой бьем. Честно, я до сих пор не могу понять эту философию. Знаете, такая тема, типа, ремешок плохой, а папа хороший. Вы не поняли немножко, как работают законы. Поэтому я не считаю, что есть какая-то разница. Окей. Поэтому ребенок должен понимать, смысл наказания является исправлением. Однажды... Ладно, я солью своего сына. Однажды... Сын растет. Эпоха гаджетов никого не миновала. Вот. И я помню... Я... Ну, он делал дома домашнее задание. Мы ему сказали делать домашнее задание. Вот. Он делал домашнее задание. Я прихожу, он ничего не сделал. Вот. Думаю, как-то странно. Час делал, как бы ползадачи решил, ничего не решил. Вот. И пока я пытался понять, в чем дело, я пытался ему что-то написать. На черновике оказалось под тетрадью планшет. iPad. Вот. И я его ругал. Я сказал, так нельзя. Это вранье. Вот. И мы вообще с детьми договорились, что в основном, если физически когда-то я их наказывал, то только за вранье. Никогда не за оценки. Только за вранье. Вот. И я ему сказал, еще раз такое я увижу, ты получишь. Вот. И я ушел. Прошло несколько дней или недель, не помню. Но я захожу в комнату резко, где он делает задание. Я смотрю, он так дернулся. Я подошел, и что случилось? Он ничего, ничего. И смотрю, он покраснел. Он у меня врать не умеет, слава богу. Вот. Вот. И я смотрю, торчит опять планшет. Я говорю, сынок, ну, мне не хочется этого делать, но придется. Вот. И я его наказал. Вот. И когда мы ехали с ним на следующий день, я забрал его со школы. Я говорю, послушай, а как бы ты поступил, когда у твоей дети, вот, они тебе будут врать. Вот. Они врут тебе, ты их просишь, они тебе врут. Как ты бы поступил? Вот. Я тебя вчера наказал. А как бы ты поступил, ты? Как бы поступил ты? И сыну было около 10 лет тогда, может быть, 9, наверное. Вот. И он ехал, он так задумался, говорит, я бы дал по попе. Я говорю, почему? Он говорит, ну, ты же любишь меня. Говорит, я же, ну, не понимаю этих вещей. И я просто тебе доверяю. И ты же хочешь мне только добра, и ты не хочешь, чтобы я остался ребенком. Я ехал, я чуть не расплакался, а сейчас я говорю, сын, я только в этих, поверь мне. То есть мне легче взять, и я даже делал так однажды, я взял ремень и бил себя. И сын мне говорит, не надо, что ты делаешь? Я говорю, мне легче бить себя, чем тебя. Я тебя очень люблю. Но я хочу, чтобы ты понял, как, что такое боль. Это вопрос наказания. Итак, мы переходим от любви в твердом виде. Это законы, наказание, боль и все эти неприятные дела. Вот. Переходим в любовь, в ее нежном проявлении. Я очень благодарен моей маме за то, что она для меня сделала. Я всегда знал, что мой папа тоже меня любил. Вот. Но у него здесь своя тяжелая история со своими родителями. Я его за это не сужу. Вот. Но моя мама, она... Одно из качеств моей матери, моей матери, она никогда не боялась перелюбить меня. Я хочу сегодня послать это послание вам, потому что я тоже стараюсь его исполнять. Не бойтесь перелюбить своих детей. Не бойтесь вообще любить. Не бойтесь баловать своих детей, целовать своих детей и так далее. Запомните. Вы никогда не разбалуете ребенка любовью. Проявлениями любви. Вы разбалываете своих детей, когда вы их вводите в заблуждение. Когда вы говорите то можно, то нельзя. Это нужно, это не нужно. Когда вы говорите накажу, а не наказываете. Вот когда вы разбалываете своих детей. Когда законы не работают. Но любовью нельзя разбаловать ребенка. Нельзя любить чересчур. Вот. Конечно, я не говорю про идолопоклонства какие-то, когда как бы вообще. Вот. Но я говорю про проявление любви. Про выражение любви. Никогда не бойтесь это делать. Все. Сто процентов. Ваших отношений с вашим ребенком должны быть любовь. Должны быть нежность. Должны как-то выражаться и как-то проявляться. Повторяюсь. Ваша любовь к вашим детям всегда должна проявляться. Родители, запомните. И если вы сейчас рядом, скажите это друг другу. Непроявленная или невыраженная любовь. Это не любовь. Еще раз. Если вы любите своих детей. Или вы любите друг друга. Но вы не проявляете эту любовь. Это не любовь. Такая любовь никому не нужна. Если вы отец. Любите своего ребенка. Очень его любите. Но вы никогда ему об этом не говорите. И не проявляете свою любовь. Вот. Ему нужна любовь в проявлении. Вся остальная любовь, которую вы к нему испытываете, бесполезна. Это ваша любовь. Это ваша любовь. Это ваши чувства. Это ваше самонаслаждение своей любовью к своему ребенку. Ребенку от этого ни холодно, ни жарко. Поэтому, пожалуйста, родители, пожалуйста, всю свою любовь всегда монетизируйте. Я не говорю сейчас именно про деньги. Но всегда практикуйте. Но всегда практикуйте. Выявляйте ее. Проявляйте. Выражайте в практику. Не выраженная любовь – мертвая любовь. Я надеюсь, вы меня услышали. Итак, как мы должны выражать любовь? Ой, я люблю эту тему. Хорошо. Как мы должны выражать свою любовь? Я говорю прежде всего к отцам. Ну и, конечно, к мамам. Вот. Но прежде всего я говорю с отцами сегодня. А как мы должны проявлять свою любовь? Первое – это слова любви. Слова любви. Запомните и запишите себе формулу. Минимум от одного до десяти раз. В день вы должны говорить своему ребенку, что вы его любите. Один или десять раз зависит от возраста. Вот как бы, да, оно туда уже, как бы, чем старше, тем он... И так далее. Но то, что он мекает, это не значит, что вы должны перестать это говорить. Вы родители. Вы должны всегда говорить своему ребенку, что вы его любите. Простите за то, что я сейчас скажу, но если нужно, скажите это друг другу или посмотрите друг на друга. Если вы не говорите своему ребенку, что вы его любите, вы плохой родитель. Толку от того, что вы его любите? Нет. Вне зависимости от того, сколько денег вы на него тратите. Ребенок должен слышать слова любви. То, что я делаю, когда мы просыпаемся, когда я встречаюсь со своими детьми, если мы пересекаемся перед школой, я благословляю их, я люблю, я говорю, что я люблю вас. Я тебя люблю, все. Вот, мой сын, I love you too, там и так далее. Вот, то есть, когда они ложатся спать? Обязательно. Я молюсь за свою дочь, я благословляю своего сына. Ему уже почти 15 лет. Я говорю, я тебя люблю. Я тебя люблю. Я говорю это. Вы знаете, я исследовал этот момент и говорю эту тему уже, наверное, тысячу в десятый раз. Вот, и я уже могу сказать статистику. Больше 80% родителей, особенно отцов, никогда это не говорят. Они никогда это не говорят. И когда они слышат мой урок, а потом они идут домой, они понимают, что они должны это делать, они умирают. Они ходят, знаете, как лев в клетке и думают, как это сказать. Им тяжело. Они ходят, как будто из них бесы вылезают. Это, это катастрофа. Это ваша катастрофа. Это вы камень. Поэтому первое, слова любви. Всегда говорите. Я просто вас предупреждаю, отцы. Если вы не будете говорить своим дочерям, что вы их любите, каждый день, они в 13, в 12, в 14 лет найдут себе какого-нибудь мужика вашего возраста, который будет им говорить, что он их любит, только он еще будет их соблазнять. Вот почему девочки, многие, они вырываются из дома в 13-15 лет. Они ищут слова любви. Все понимают, что их обманывают. Но они на это готовы. Потому что дефицит этих слов огромен. Как в жизни девочек? Откуда родилась однополая любовь и все остальное? Дефицит любви. Дефицит отцовской любви. Слова любви это первое. Второе, как вы проявляете свою любовь и нежность. Второе, это прикосновение. Знаете, те, кто меня хорошо знают, они меня знают. Те люди, которые вокруг меня ходят, даже служители в моей церкви или прихожане, я очень редко могу пройти равнодушным. Я обязательно или ущипну, если мужчину, конечно. Или ущипну, или ударю, или дай пять, или обниму, или просто коснусь и так далее. Люди тактильные существа. Мы тактильные существа. И мы должны приучить себя к проявлению любви, к связям и контактам. У большинства родителей, я именно говорю не у многих, а у большинства родителей нет настоящей связи со своими детьми. Это катастрофа. И одна из причин, слова любви я уже сказал, а второе, нет тактильной связи. Вы должны обнимать своих детей. Вы должны прикасаться к своим детям. Обнять, погладить, дернуть, ущипнуть. И делать это практически при каждой встрече. Когда я прохожу мимо своего сына дома, он обязательно, он уже, он выкручивается, потому что он знает, что это, ну, недавно я прошел мимо него, и он так даже на меня посмотрел, что со мной. Потому что я к нему не прикоснулся. Я его там, ну, у него 15 лет, там, я его-то ударю, там, то, там, что-то с ним, что-то сделаю. И когда я это не сделал, он так на меня посмотрел, у него взгляд такой, пап, все хорошо? Вот. Почему не было контакта? Почему не было связи? Это очень важно. Гладьте своих детей, обнимайте их. Это очень важно. Простите, но это в итоге также выражается и проявляется, сказывается на сексуальности ваших детей. Потому что они потом становятся очень закомплексованными людьми. И не способными дарить любовь в своей семье. Я не говорю о сексуальности между родителями. Ну, в смысле, я не говорю о сексуальности родителей и детей. Я говорю о том, что тактильность должна быть проявлена. Ну, ребенок не должен бояться. Когда девушка выходит замуж, и мужчина ее пытается обнять, и она чувствует уже, мой господи, что происходит. И так далее. Так не должно быть. Любовь отца, любовь к матери должна покрывать своих детей. Следующее. Целуйте своих детей. Конкретно целуйте своих детей. Папы. Я уже сказал это выше, но повторюсь. Не будете вы целовать сценарий, вы рискуете, что их будут целовать другие дяди. В основном проблема, о которой я сейчас сказал, это проблема недоотцовщины, недоподаренной нежности. Потому что люди, которые не могут разобраться в основном как бы в своем поле и так далее, чаще всего, это люди, которые... Я уже общаюсь, работаю с подобными людьми. Это люди, которые не получили отцовской любви. Дети военных, спортсменов, каких-то и так далее. Не все. Но это люди, у которых либо был папа, который в жизни ничего не проявит, либо папы вообще не было. Папы, цените своих детей, целуйте своих детей. Поэтому, пожалуйста, никогда не бойтесь, что вы их разбалуете. И последний момент, последний пункт, который я хочу сказать. Первое, это границы, воспитание. Второе, это проявление любви. И третье, то, что вы должны... как вы должны себя вести со своими детьми. Изучайте своего ребенка. Не торопите своих детей взрослеть. Знаете, часто вот эта вот гиперзанятость детей на... как бы утром у него школа, после школы у него хоккей, после хоккея у него музыка. Ну и напоследок у него конный спорт, понимаете, да? Вот. И это только в один день, как бы. А на самом деле, за этим очень часто стоит закомплексованность родителей. Поэтому, я не говорю, что вы не должны развивать. Я об этом сейчас скажу. Но, тем не менее, не торопите детей взрослеть. А помните, мне это помогало. Эйнштейн начал говорить в пять лет. Его несколько раз выгоняли из школы за неуспеваемость. В итоге, это стал один из самых выдающихся и умнейших людей в истории физики, там, и всех остальных очень серьезных, серьезных и сложных наук. Поэтому, не перегибайте. Что нужно делать? Как правильно? Изучайте способности ваших детей. Пробуйте. Что ребенку нравится. Что ребенку по-настоящему интересно. Ой, моему ничего не интересно. Ничего страшного. Ничего страшного. Ребенок человек. Он все, он будет развиваться, он все поймет. Он найдет себя. Но, можете помогать ему. Изучайте способности, характеристики своего ребенка, склонности, к чему он склонен. Это математик или творческий человек. Или чего он хочет. Амбициозная эта личность или нет. Вот, не надо. Ой, моему сыну ничего не надо. А вот, мне всегда все было надо. Запомни самое главное. Мужик, твой сын не будет тобой. Просто сразу в этом разочаруйся и будешь счастлив. И твой сын будет счастлив. Еще раз. Если ты, отец, перестанешь ожидать, что твой сын будет таким, как ты, только, слава Богу, чуть-чуть лучше и так далее, ты убьешь своего сына, если ты будешь этого желать. Твой сын будет другим. И ты, и твоя мудрость должна заключаться в том, чтобы обнаружить, насколько другим он будет и помочь ему. Тогда, во-первых, это говорит о том, что ты самодостаточный мужик. И не пытаешься там без ума от себя. Или наоборот, от сумасшедших комплексов, из-за которых тебя в школе там чмырили. И ты теперь пытаешься воплотить это в своем ребенке. Не надо. Позволь ребенку жить ту судьбу, которую Бог приготовил для него, а не для тебя. Надеюсь, там есть много аминий сейчас. И второй момент, конечно, создайте условия для развития вашего ребенка. Вытаскивать что-то, ну, вытаскивайте из своего ребенка то, что ему нравится. Я надеюсь, вы меня услышали. Пусть Бог поможет вам воспитать настоящего гения. Гений – это не просто человек, которому все поклоняются. Гений – это человек, который умеет наслаждаться этой жизнью. Это человек, о котором люди могут сказать, какой воспитанный и полезный человек. И это человек, который действительно счастлив и нашел себя в этой жизни. Благодаря родителям, благодаря нам. Пусть Бог благословит нас. Пока. Увидимся на последнем уроке. Я верю, что Слово Божье, которое сегодня пришло в вашу жизнь, может действительно сделать вас сильнее. Не забудьте поделиться этим видео с теми, кому оно действительно нужно и кто дорог вашему сердцу. А также я хочу сказать спасибо тем, кто финансово поддерживает наше служение. Именно благодаря вам. Это проповедь. И это видео стало возможным и доступным для всех людей. Присоединяйтесь к служению. Давайте молиться вместе. Увидимся. Увидимся.